В июне 2011 года Совет по правам человека, являющийся главным межправительственным органом ООН по поощрению и защите прав человека, одобрил руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Программа развития ООН ведет активную кампанию по продвижению ответственного бизнеса в 17 странах, в том числе в Кыргызстане, посредством проекта, финансируемого правительством Японии. Работа ведется с Кабинетом министров Кыргызской Республики и с кампаниями, чтобы те лучше понимали и выполняли свои обязательства по уважению прав человека в процессе предпринимательской деятельности. Основной целью проекта является повышение потенциала японских компаний, партнеров японских компаний глобально и национальных наших компаний в вопросах прав человека, в вопросах соблюдения стандартов прав человека, должной осмотрительности предпринимательской деятельности в соответствии с принципами ООН предпринимательской деятельности. Как раз-таки эти руководящие принципы направлены на обеспечение и соблюдение прав человека в предпринимательской деятельности. Кыргызстан в рамках настоящего проекта, программа развития ООН с прошлого года реализует эту инициативу. Проект преследует две основные цели. Во-первых, он будет служить руководством для компаний в проведении проверки соблюдения прав человека в целях оценки, предотвращения и смягчения негативных последствий. Для этого ПРООН будет поддерживать японские компании и их поставщиков в управлении рисками в области прав человека, потенциально связанными с их деятельностью. В рамках достижения первой цели проводился страновой контекстный анализ ситуации в сфере бизнеса и прав человека, тренинги для японских и каргызских компаний и индивидуальные консультации. В результате анализа были выявлены основные риски нарушения прав человека со стороны субъектов предпринимательства. По итогам исследования было выявлено, что в основном нарушения прав человека происходят на уровне компании в сфере труда. Поскольку, как вам известно, неформальная занятость на сегодняшний день составляет более 70% по неофициальным данным, и официальная статистика тоже практически признает это. Это по той причине, что на уровне компании ведется двойная бухгалтерия, старается максимально извлекать прибыль и не указывать некоторых сотрудников, не заключая с ними трудовые договоры. И во многих компаниях отсутствуют профсоюзы или коллективные договоры. Таким образом, отношения между работниками и работодателем неформализованы. То есть работник, у которого нет трудового договора, он не защищен в правовом смысле. Кроме того, были выявлены нарушения прав человека на здоровую окружающую среду. Это в сфере экологии, особенно в части горнодобывающей отрасли и других видов производства, когда по результатам деятельности таких организаций наносится определенный вред окружающей среде или местному сообществу. С целью повышения знаний и потенциала бизнеса в области прав человека представители 50 японско-каргызских компаний и их партнеров прошли двухдневные интенсивы на тему «Процедура должной осмотрительности в области прав человека в предпринимательской деятельности». Когда мы приглашали на тренинги, представители бизнеса не совсем понимали ценность данного тренинга, права человека и бизнеса, в чем взаимосвязь, сложно было уловить. А по результатам тренинга, когда они уже прошли двухдневный тренинг, большинство из них уже прекрасно понимали полезность данных тренингов. Даже они просили провести для них индивидуальные консультации, специализированные, адаптированные для их компании. И они уже стали понимать, что им необходимо выработать и утвердить политики своей в сфере прав человека в области должности осмотрительности для того, чтобы их компании были признаны их же поставщиками или их же клиентами, инвесторами и партнерами, как компания, соблюдающая права человека. ПРООН при поддержке правительства Японии предоставляет японским компаниям и их поставщикам трехэтапное консультационное содействие для лучшего понимания воздействия их деятельности на права человека и установления надлежащих механизмов должной осмотрительности. Я с организацией относила один продукт плюс один. Мы работаем с японскими компаниями, то есть поставляем крыльскую продукцию. И, конечно, по требованиям, по стандартам мы старались организовать свою политику, политику в сфере прав человека, политику в сфере охраны окружающей среды и так далее. Но, участвуя на этом тренинге, я осознала, что мои знания ограничены и очень полезно было получить дополнительные знания, которые мы используем для улучшения всех наших документов, политик. Над чем нам нужно еще больше поработать? Это защита окружающей среды и, соответственно, как это влияет на права близлежащих сообществ. В этом моменте есть над чем еще поработать, хотя мы уже прикладываем большие усилия для того, чтобы эти вопросы не нарушали права. Путем разборов кейсов международных, других опытов, я подчеркнул себе, какие еще можно требования и какие можно механизмы внедрить в управление в своей деятельности в бизнесе. Ну, к примеру, можно создать некий механизм обратной связи от работников, механизм сбора информации по соблюдению прав человека. Второй целью проекта является помощь Кыргызстану и 16 целевым странам в разработке политики решения проблемы злоупотребления предприятиями в области прав человека. ПРООН будет работать с правительствами над созданием равных условий, которые будут мотивировать больше компаний к внедрению ответственной деловой практики. В рамках второй цели проводится первое в стране национальное базовое исследование в сфере бизнес и прав человека. Консультации по созданию межведомственной рабочей группы для разработки проекта национального плана действий по вопросам бизнеса и прав человека, по содействию реализации руководящих принципов ООН, осуществляется информационная кампания, в том числе тренинги для журналистов. Вопросы нарушения прав человека бизнесом не являются объектом пристального внимания в местных СМИ. Для повышения осведомленности журналистов о международных стандартах в сфере деятельности прав человека предпринимательской деятельности были проведены тренинги «Как связаны права человека с компаниями и бизнесом» в городах Ож и Бишкек. В рамках данного мероприятия 30 журналистов и журналисток из Оша и Бишкека на практических занятиях обучались создавать контент, отражающий положение с правами человека в предпринимательской деятельности, в том числе в контексте Кыргызстана. Участники и участницы тренингов получили навыки распознавания случаев нарушения прав человека со стороны бизнеса, научились изучать вопросы с точки зрения различных заинтересованных сторон. А если говорить уже о защите прав человека именно бизнеса, то для этого должны быть предпосылки. То есть бизнесмен на уровне производства нарушил права человека, то тут, конечно, уже запускаются механизмы защиты прав человека. Основной посыл журналисты должны разграничивать эти моменты, чтобы еще более точно защищать права человека. Необходимость внедрения и соблюдения руководящих принципов ООН, законодательства и практику обусловлена членством Кыргызской Республики в ООН и принятием на себя соответствующих обязательств в рамках международных конвенций по правам человека, а также существенным влиянием бизнеса на права человека. 19 января 2023 года Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики выступило с инициативой создания межведомственной рабочей группы в рамках реализации пункта 2 «Постановление Джоорху Кенеша Кыргызской Республики о докладе Ак-Икат-Че – омбудсмена Кыргызской Республики о соблюдении прав и свобод человека и гражданинов Кыргызской Республики в 2021 году» от 16 июня 2022 года. Приказом Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики образована межведомственная рабочая группа по разработке проекта национального плана действий в сфере бизнеса и прав человека. Первый результат я могу сказать, что есть определенное понимание со стороны наших ключевых государственных органов, политикообразующих государственных органов, в важности этого вопроса. Министерства экономики понимают, поддерживают. Институт омбудсмена тоже активно вовлекают, процесс продвигают. Мы тоже считаем, что это результат нашей консультации, информирование, надлежащим образом объяснение важности этих моментов. Второе, мы после прохождения обучения получаем положительные отзывы от компаний, что подняли нужную тему и им в этом ключе надо будет работать. ПРООН и правительство Японии объединились, чтобы поддержать компании в их усилиях по соблюдению стандартов в области прав человека и выступать перед правительствами за эффективную политику и законодательство для защиты прав и поощрения ответственного бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова